2 декабря на всей территории России для учащихся 11 классов будет проходить итоговое сочинение или изложение. В нашем регионе для написания итогового сочинения зарегистрировано 4340 человек. О том, как готовиться к испытанию рязанские школьники, нам рассказала учитель русского языка и литературы гимназии номер 2 Людмила Железнова. Во-первых, дети начинают готовиться, конечно же, заранее. В принципе, мы сочинения пишем всегда по литературе. Начиная с 8 класса мы уже пишем сочинения. Но, может быть, немножко изменилась формулировка этого сочинения. Если раньше мы писали сочинение конкретно по какому-то определенному произведению, то теперь дается тема более широкая, и ребенок сам выбирает уже на основе какого произведения необходимо раскрыть эту тему. Поэтому повторю, что дети уже с 1 сентября, мы знакомимся с направлениями этого сочинения, и по каждому направлению дается определенное произведение, по которому можно писать это сочинение. Но в прошлом году написали у нас успешно все ученики, все получили зачет. В этом году ученики готовятся к сочинению по пяти направлениям, которые были известны заранее. Это время, любовь, путь, дом и год литературы. При подготовке к сочинению в основном используется программная литература. По мнению Людмилы Железновой, школьнику очень сложно написать сочинение про произведение, которое он прочитал самостоятельно. Сами же выпускники настроены весьма оптимистично и уверены в том, что испытание будет пройдено ими успешно. Я читаю много художественной литературы, ищу в интернете примеры, какие можно подобрать к темам. Также пишу сочинения по разным направлениям и готовлю вступление, чтобы на экзамене суметь написать сочинение на отлично. Продолжение следует...